Архангельское областное собрание депутатов Областное собрание депутатов объявляю открытым Состояние на все времена Славься, Отечество, наши свободные Родских народов свою слепотой Реками дамы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Край наш поморский, могуч и прекрасен Его не забудешь вовек Понят отважных бескрайние дали Где не ступал человек Здесь по Петрову веленью из моря Ряд белокрылых фрегатов восстал И колыбелью российского флота Край наш Архангельский стал Здесь Ломоносов великий родился Будростью мира светил Блинные сказы, загадки природы В научную пыль воплотил Край наш поморский в движенье и силе Ему по плечу новый век Космос, богатства, глубины морские Все покорит человек Космос, богатства, глубины морские Все покорит человек Уважаемые депутаты В работе сессии принимают участие Губернатор Архангельской области Орлов Игорь Анатольевич Главный федеральный инспектор по Архангельской области Иевлев Владимир Николаевич Федеральный инспектор По Архангельской области И Ненецкому автономному округу Костин Илья Валерьевич Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Павленко Виктор Николаевич Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Вторигина Елена Андреевна Епифанова Ольга Николаевна Юрков Дмитрий Васильевич На сессии присутствуют Председатель правительства Архангельской области Заместители председателя Правительства Архангельской области Заместители губернатора Архангельской области и руководители исполнительных органов государственной власти региона Главы муниципальных образований и председатели представительных органов муниципальных образований Руководители территориальных органов, федеральных органов государственной власти Командиры воинских частей и соединений, дислоцирующихся на территории Архангельской области Руководители предприятий промышленности, строительства, транспорта и связи, топливно-энергетического, агропромышленного комплексов, рыбного хозяйства. Представители образовательных организаций и учреждений науки, культуры, здравоохранения, средств массовой информации, религиозных объединений, профсоюзных и других общественных организаций. Слово для ежегодного послания губернатора Архангельской области, Архангельскому областному собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области предоставляться Орлову Игорю Анатольевичу. Уважаемый Виктор Федорович, уважаемые депутаты областного собрания, уважаемые коллеги-земляки. Мы вошли в новый трудовой год. Это предполагает формирование планов, постановку новых задач, определение приоритетов. Нам следует грамотно рассчитать свои силы и ресурсы. В предыдущие годы наша деятельность была направлена на раскрытие мощного потенциала региона, на улучшение качества жизни людей. Отмечу, что все основные задачи, порядка 85% сформулированные в послании на 2016 год, выполнены. Наши планы были не фееричными фантазиями или неизбыточными проектами. И сегодня мы опираемся на ту реальность, в которой живем. Мы постоянно ощущаем свою принадлежность к своей стране, знаем ценность нашей северной земли и возвращаем шаг за шагом звучность гордому понятию «русский север, русская Арктика». Мы не можем допустить, чтобы годы нашей работы стали временем упущенных возможностей. И, безусловно, будем по-прежнему рассчитывать на поддержку всех северян, на их деятельное участие в обновлении всех сторон жизни Архангельской области, гражданскую инициативу и солидарную ответственность за то, каким быть региону уже сегодня и завтра. Я не случайно упомянул о солидарной ответственности, потому что именно это тот фундамент, на котором базируется понятие свободы, всеми желанной и во все времена отстаиваемой. В этой связи хочу привести слова академика Дмитрия Сергеевича Лихачева. Нам самим надо отвечать за наше нынешнее положение, мы в ответе перед временем. Мы свободны и именно поэтому ответственны. Хуже всего все валить на судьбу, на авось и небось. Свобода обретается личной ответственностью каждого на своем месте. За свое дело. Ответственность за развитие страны, за позитивные изменения в регионе, как в семье, должна быть взаимной. Только благодаря активным действиям, инициативе каждого человека можно рассчитывать на новый результат. Нам надо переломить традиционное сознание «дай мне» на разумное «возьми мое». Именно в этом мы видим приоритет в построении правового государства и гражданского общества. И здесь неоценимая роль муниципальных образований. Обращаюсь к главам. Это ваше время. Именно своим поведением, отношением к жизни, к своему делу, к окружающим мы сегодня формируем то социальное пространство, в котором живет наша молодежь и воспитываются наши дети. Наша способность быть в ответе за происходящее во сто крат сильнее наставлений и поучений, помогает нам стать свободными творческими личностями. Современный мир 21 века показывает со всей очевидностью, что его нельзя воспринимать как индустриальное техногенное общество. Сегодня проблемы вышли за рамки экономические в социальное пространство, где традиционные жизненные, духовные, культурные ценности играют значительную роль, не меньшую, чем материальные потребности. Поэтому и решать их необходимо через понимание конкретного жизненного смысла, максимально реализуя человеческий потенциал. Сферы производства и экономики должны быть подчинены социальной целостности, гармонично вписаны в жизненный мир, где традиции обновления культурного потенциала связаны воедино. И это не что иное, как возвращение к нашим традиционным нравственным ценностям, где главными элементами социального пространства выступает человек, семья, общество. Напомню еще об одной коренной традиционной русской идее – идее служения. Богу, Отечеству, Ближнему. Недаром представители профессии служения пользовались на Руси особым почетом – священник, офицер, учитель, врач. Отдавая своему делу как служению, человек воспитывает в себе ответственность, дело становится для него точкой роста и приносит окружающим ощутимую пользу. Отомительное бездеятельное ожидание светлого будущего приводит к растрате духовных сил и к духовной пустоте. Человек, не созидающий, не имеет мотивации к труду и к жизни. Коллеги, наша с вами задача – помочь раскрыться интересам каждого человека, задействовать его потенциал в решении приоритетных вопросов, разделить полномочия и ответственность. Служить интересам своего края, интересам земляков в духе требований времени возможно только будучи профессионально подготовленным. Нам необходимо проработать эффективный механизм отбора квалифицированных кадров для государственной службы и создать условия для должностного роста. В систему управления регионом должны прийти люди, прошедшие муниципальную или производственную практику. Их опыт, несомненно, будет востребован современной системой управления. Уверен, что создание такой системы мотивации квартирного роста является важным условием прохождения как государственной, так и муниципальной службы. Безусловно, нужно необходимо продолжить работу по подготовке и переподготовке служащих всех уровней власти. Сегодня претерпевают изменения все механизмы государственной регулированной экономики. Власть должна не столько руководить, сколько выполнять роль модератора, формируя механизмы социального партнерства и взаимодействия между основными социальными группами. Организовывать совместную работу делового, научного, инженерного сообществ для формирования общих целей развития региона и выработки методов их достижения. Таким путем и формируется государственно-частное партнерство, которое подчинено общественным интересам. Очевидным преимуществом такой идеологии сочетания общенародных интересов с частной инициативой, государственного планирования со свободным предпринимательством является личная ответственность каждого за свое дело, а значит за развитие своего края, своей страны, и эти процессы уже запущены. О солидарности и единстве, осознанной, естественной коленсолидацией граждан ради успешного развития России говорил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в послании Федеральному собранию. Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив. Рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, к своему труду. Безусловно, это проверка власти на прочность, на умение глубоко воспринимать задачи и мыслить масштабно. В этом наша ответственность. Новые подходы к системе управления работают на нас. Я имею в виду проектные и командные методы, при которых одна проблема рассматривается в разных измерениях и получает комплексное решение. С учетом нового технологического и социального уклада необходимо внедрить в работу региональной и муниципальной власти проектные методы управления. Мы должны скоординировать работу федерального, регионального и муниципального уровней, найти способ, чтобы все решали единую задачу. Система управления данной работой – зона ответственности Агентства стратегических разработок. В регионе есть примеры успешных проектов. За короткий период проект по созданию сети многофункциональных центров, предоставление государственных и муниципальных услуг был реализован и уже перестал быть собственно проектом. То, что еще недавно казалось неосуществимым, сегодня успешно работает и востребовано населением. Но весь ли ресурс развития мы задействовали? Требуется максимально расширить спектр социально значимых для населения услуг, предоставляемых через многофункциональные центры. Такой разницы в количестве муниципальных услуг, которые оказываются в различных муниципальных образованиях через МФЦ, от 2 до 27 быть не должно. Задача руководителей муниципалитетов – обеспечить равные возможности для всех граждан, которые пользуются услугами МФЦ. В 2017 году в них были переданы функции приема документов по большинству услуг в сфере социальной поддержки населения, что позволило оптимизировать расходование средств областного бюджета, перенаправить высвободившиеся ресурсы на решение иных не менее важных задач. Эта практика должна быть продолжена. Одним из способов повышения доступности для граждан государственных и муниципальных услуг является обеспечение принципа экстерриториальности. То есть оказание услуг заявителям независимо от места их регистрации – это также ресурс развития. Предоставление в МФЦ комплексных услуг по жизненным ситуациям – еще одно перспективное направление развития системы. Многофункциональный центр является одним из нефинансовых инструментов улучшения инвестиционного климата в регионе. Поэтому пристального внимания требует организация их деятельности, ориентированной на предоставление государственных, муниципальных дополнительных услуг представителям бизнес-сообществ. Опыт других субъектов Российской Федерации свидетельствует, что ресурс развития МФЦ не исчерпан. Прошу Министерства связи и информационных технологий представить конкретный план действий, учитывающий в том числе и опыт других регионов, по раскрытию потенциала многофункциональных центров. Перевод услуг в электронный вид позволяет повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты государства и граждан. Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме, к 2018 году должна составить не менее 70%. Актуальной является задача увеличения количества граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации. При этом нужно не только повышать компетенцию граждан по использованию информационных порталов и сервисов, но и предлагать для каждой целевой группы набор из нескольких услуг, которые сегодня можно получить через портал госуслуг. При этом особое внимание следует обратить внимание на людей старшего поколения. Для них необходимо разработать отдельные решения с учетом их опыта и доступности к различным видам электронных услуг. Каждое отраслевое министерство должно наметить конкретные шаги по достижению обозначенных целей, проявить инициативу и успех не заставить себя ждать. Внедрение проектного метода необходимо распространить также на решение задач по комплексному развитию территорий. Новые формы развития муниципалитетов, построенные на глубокой интеграции с региональной властью, бизнес-сообществом и, главное, жителями, позволят выявить узкие места, определить точки роста и запустить новый виток развития территорий. Правительству Архангельской области следует внести изменения в подходы к формированию и реализации региональных государственных программ, предусматривающие их привязку к комплексным программам развития муниципальных образований. Система управления территориальным развитием Архангельской области должна включать в себя территориальное планирование, организационную структуру, городостроительную политику, а также кластерный анализ как инструментарий управления территориальным развитием. Тогда мы сможем говорить не о выживании, а о плановерном развитии. Да, это амбициозный проект, требующий значительного приложения сил. Прошу председателя правительства Архангельской области взять этот вопрос под личный контроль. На практике предлагаю реализовать этот подход через подготовку пакета региональных и муниципальных проектов. Заняться этим должно правительство региона с непременным участием глав местных администраций. Поручаю подготовить предложения по формированию постоянно действующих проектных команд для определения приоритетов развития и выработки проектных решений на территории муниципальных образований с участием глав муниципалитетов и представителей исполнительных органов государственной власти региона. Второе. Создать систему мониторинга за социальным самочувствием территории. Осуществляя онлайн-мониторинг, можно оперативно реагировать на проблемы жителей муниципалитета. Для успешного осуществления управления необходима структура принятия решений, предполагающая такую систему взаимодействия, которая, с одной стороны, обеспечит муниципальным образованием возможность самостоятельного принятия важных для них решений и установления ответственности за их исполнение, а с другой, позволит региону определять единую стратегию управления, но с учетом специфики местных интересов. Уверен, это создаст условия для принятия обоснованных управленческих решений по формированию современной территориальной организации местного самоуправления, обеспечит минимизацию возможных издержек на поддержание инфраструктуры, позволит создать новую систему оказания социальных услуг населению, реализовать крупные инфраструктурные проекты. Безусловно, это большая работа, по сути, кардинальная перестройка, устоявшаяся подходом к управлению, не имеющая пока универсальных методик и инструментов. Поэтому предлагаю в 2017 году начать ее с трех-четырех пилотных муниципальных образований, наиболее подготовленных и проявивших заинтересованность к этой работе, и далее, используя полученный опыт, внедрить эту практику повсеместно. Прошу моего заместителя по стратегическому развитию и инфраструктурной политики подготовить соответствующее решение и план его реализации. Новый подход к управлению предусматривает качественно новую профессиональную систему взаимоотношений региональной и муниципальной властей. Считаю необходимым рассмотреть вопрос создания в экономическом блоке правительства отдельного подразделения, отвечающего за экономическое развитие муниципалитетов. Огромную роль в развитии конкретной территории, конечно же, играют предприятия. И речь не только об обеспечении занятостей и налоговых поступлений в бюджет, но и об их вкладе в социальное развитие территории. Они создают рабочие места, а также зачастую обеспечивают жизнеспособность целых поселений за счет развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. В связи с этим прошу предпринимательское сообщество подключиться к разработке и реализации программ развития муниципальных образований. Ваша заинтересованность и конструктивная позиция очень ценны для региона. Самым гибким, отзывчивым на запросы и требования потребителей является малый и средний бизнес. Однако нельзя не отметить наметящуюся в ряде сфер тенденцию нарастания конкуренции между малым и крупным бизнесом. При этом малым предприятиям сложно конкурировать с крупным бизнесом, который за счет масштаба четко выстроенной системы менеджмента и усиленной кооперации имеет больше шансов своевременно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, продемонстрировавшая свою эффективность, не может оставаться неизменной. Важно привлекать для ее развития ресурсы и средства общественных и профессиональных объединений, предпринимателей, крупных компаний, научных учреждений и учебных заведений. И сегодня наша задача, во-первых, интегрировать представителей малого и среднего предпринимательства в замещение высокотехнологичных ниш и в производственных цепочках крупного бизнеса. По сути, такая деятельность уже ведется участниками территориальных кластеров. Во-вторых, помочь с поиском новых перспективных направлений деятельности с учетом имеющихся научно-технологических заделов и перспектив развития региона в целом. Поручаю корпорации развития совместно с учебными заведениями региона, общественными организациями и предприятиями продолжить активную работу по развитию территориальных кластеров в регионе, а также по созданию и поддержке современных перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса. Особого внимания и поддержки при этом заслуживают живые инициативы молодежи, привлечения молодых людей к тесному партнерству во всех сферах нашей деятельности. Без участия молодых людей в инновационных проектах, без создания возможностей для реализации молодежного потенциала мы не сможем создать то самое технологическое общество, к которому мы так стремимся. Сегодня, вовлекая активную, предприимчивую молодежь в региональные экономические процессы, мы воспитываем поколение молодых людей, которые уже скоро встанут за государственный штурвал. Создаем плацдарм для новой технологичной экономики. Помимо прочего, считаю, что поддержка малого и среднего предпринимательства возможна также через систему государственных и муниципальных закупок. Это огромный рынок. И задача власти сделать так, чтобы региональные предприятия и в первую очередь малый бизнес нашли себя в нем. Многое уже сделано. Контрактным агентством разработана система стандартов, соблюдая которые местные сельхозтоваропроизводители успешно конкурируют с поставщиками других регионов и обеспечивают потребности муниципальных учреждений. У наших институтов развития малого бизнеса имеются специальные инструменты поддержки и участия в государственных закупках. Поручаю Министерству экономического развития Архангельской области продолжить начатую работу по координации деятельности в части проведения единой политики в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства. А исполнительным органам государственной власти региона и муниципальным образованием активно в эту работу включится. Обращаю особое внимание на реализацию 12 целевых моделей по улучшению инвестиционного климата, моделей, которые определили параметры для создания более комфортной предпринимательской среды. Целевые модели стали логическим продолжением инвестиционного стандарта и покрывают больший пласт необходимых изменений на региональном уровне. Необходимость качественных изменений построения отношений между государством и бизнесом назрела давно. Излишние административные процедуры мешают развиваться бизнесу в регионе. Целевые модели призваны создать условия эффективного взаимодействия бизнеса и государства. Достижение всех показателей по целевым моделям поможет привлечь инвестиции в регион, повысит инвестиционную привлекательность Архангельской области. Поручаю органам исполнительной власти и главам муниципальных образований внедрить целевые модели. Мы много говорим о создании благоприятного инвестиционного климата, внедряем инвестиционные стандарты, даем налоговые преференции, льготы при предоставлении земельных участков и другие меры. Однако при живом общении с предпринимателями выясняется, что едва ли не главным камнем преткновения для успешного ведения бизнеса становится неадекватное отношение контролирующих органов. Проверки, предписания, штрафы для многих предприятий это стало уже повседневной работой. Пора расставить приоритеты. Необходимо проводить регулярный мониторинг контрольно-надзорной деятельности региональных органов власти. Особое внимание при этом уделять наличию внеплановых проверок и ежекватально докладывать не его результаты. Данный результат должен стать одним из индикаторов в системе оценки работы руководителей и профильных заместителей органов власти. Предлагаю скоординировать эту работу на муниципальном уровне и в территориальных органах федеральных ведомств, на которые приходится как раз львиная доля проверок. Бизнес должен работать на улучшение качества жизни населения региона, и наша задача – помогать ему в этом, а не препятствовать. Баланс государственного контроля над основными параметрами воспроизводства экономики и свободного предпринимательства есть надежная основа для развития территорий. Считаю необходимым активно задействовать возможности средств массовой информации для освещения процессов контроля всех уровней контролирующих ведомств. Уважаемые коллеги, широкое увлечение граждан во всежизненные процессы президент в своем послании охарактеризовал как особую примету времени. На федеральном уровне установлен достаточно широкий перечень форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Насколько эффективно они сегодня используются нами? Информационная открытость позволяет оказывать влияние на органы власти, укрепляет действенность и эффективность общественного контроля за их деятельностью. Общественные советы при органах местного самоуправления, которые должны быть созданы к июлю 2017 года, могут стать инструментом принятия управленческих решений с учетом мнения профессионального сообщества и широкой общественности. Формы работы общественных советов должны быть самыми разнообразными. Это и взаимодействие с правозащитными, религиозными и иными некоммерческими организациями, и учет мнения профессиональных предпринимательских сообществ, и регулярный диалог с гражданами. На встречах с людьми в любой точке региона мы видим отклик на наши действия и их желание преобразовать для комфортной жизни нашу область, сделать ее лучше для своих детей и семьи, для жизни в обществе, основанном на доверии и взаимной ответственности. Сегодня мы формируем образ нашего будущего, будущего через стратегию социально-экономического развития Архангельской области. И стратегия должна быть не очередным документом, который весомо ляжет на полку, а живой картой действий, которая всем понятна и разделяется большей частью жителей области. В этой связи поручаю Агентству стратегических разработок Архангельской области создать эффективный механизм вовлечения населения в определение приоритетов развития региона, используя в том числе различные общественные площадки для вовлечения профессионалов и специалистов в различных сферах. Мы должны учитывать мнение людей в видении будущего нашего региона. Также поручаю Агентству стратегических разработок сформировать проект стратегии и представить его на рассмотрение общественности в текущем году. Ничто не заменит прямой контакт с людьми. Ряд глав муниципальных образований весьма активно применяют практику публичных отчетов перед населением. Предлагаю проработать систему публичных отчетов представителей правительства региона о нашей работе и развитии области с выездом в муниципальное образование. Коллеги, существует еще одна сфера применения возможностей малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Социальная. Вполне логично для решения социально-экономических, социально значимых проблем повышение результативности социального обслуживания населения внедрять механизмы социального партнерства. В послании к Федеральному собранию президент особо отметил. Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу ввел к повышению ее качества. Не случайно в стратегических программных документах на всех уровнях управления, в том числе и в Архангельской области, взят курс на разгосударствление социальной сферы. В нашем регионе создаются условия для включения негосударственных организаций в сферу социального обслуживания. Так, в бюджете Архангельской области в 2017 году предусмотрено 15 млн. рублей на выплату компенсации за предоставление социальных услуг юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, а их на 1 декабря 2016 года зарегистрировано 10. Очевидно, что для некоммерческого сектора это означает появление новых возможностей и оформление нового типа НКО, которые будут нуждаться в специальных мерах поддержки с учетом их специфики. Кроме того, НКО фактически должно осуществить переход от реализации отдельных инициатив к деятельности по оказанию государственных и муниципальных услуг. На сегодняшний день наблюдается совершенствование организации элементов внутренней среды НКО, увеличение доли успешных и эффективных социальных проектов, реализованных усилиями и при участии НКО. В то же время государственные структуры пока не в должной степени готовы делегировать свои полномочия некоммерческому сектору в сфере социального обслуживания населения. И напрасно. Гибкость, готовность использовать имеющиеся ресурсы, персонификация и адресность помощи, оперативность, быстрое реагирование на проблему, на разнообразие и многоплановость услуг, чем не исчерпывающий перечень преимуществ, которые могут быть задействованы в решении задач здравоохранения, образования, социальной поддержки населения, культуры, спорта. Правительство Архангельской области заинтересовано в конструктивном взаимодействии с некоммерческим сектором. Для этого необходимо снять все барьеры и оказать всестороннюю помощь социально ориентированным некоммерческим организациям. Основные решения уже приняты. Создан Координационный совет по взаимодействию с негосударственными организациями, представляющими услуги в социальной сфере в Архангельской области. Разработан комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере к бюджетным средствам, выделяемые на предоставление социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 2016-2020 годы. Определены основные задачи на 2017 год, а именно формирование нормативно-правовой базы деятельности некоммерческих организаций, исполнителей общественно полезных услуг, а также установление требований к их компетенции и критериям оценки качества оказываемых услуг. Развитие эффективных механизмов поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, включая финансовую, имущественную, консультационную и информационную поддержку. Увеличение объемов грантовой поддержки деятельности некоммерческих организаций в сферах образования и культуры. Также НКО могут привлекать средства из небюджетных источников, в том числе осуществлять деятельность, приносящую доход, оказывать платные услуги населению и юридическим лицам, привлекать средства спонсорской и благотворительной помощи, средства грантовых программ, анализацию проектов и другое. Использование разобразных источников обеспечивает финансовую устойчивость организации, но при этом требует и большей гибкости. Для того, чтобы стать полноправными субъектами системы социального обеспечения, безусловным требованием к НКО является высокий профессиональный уровень специалистов НКО и эффективный менеджмент, наличие первоначальной материально-технической базы и умение привлекать инвестиции. Органы власти, в свою очередь, должны давать возможность повышения уровня компетенций инициативных руководителям НКО и создавать системы информационной поддержки. Требуется оптимизировать сеть учреждений, разработать стандарты социальных услуг, внедрить новые виды услуг, опробировать систему аутсорсинга при стационарных формах социального обслуживания, отработать механизмы субсидирования поддержки деятельности социально значимых общественных организаций и оказаниями услуг. И, конечно же, должна быть сформирована прозрачная система контроля со стороны органов власти и жителей области за качеством и количеством услуг, предоставляемых социально ориентированными НКО. Только объединив усилия, можно создать конкурентный рынок услуг в социальной сфере, обеспечить доступность и высокое качество оказываемых услуг с одновременным сохранением или даже понижением бюджетных расходов на их производство, оптимизировать бюджетные затраты на увеличение мощности сети государственных учреждений социального обслуживания. Друзья, есть замечательные слова Антуана де Сент-Экзюпери, которому я хотел бы предварить часть послания, посвященному Году экологии в России. «Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля. Значит, пересесть из него просто некуда». Мы, безусловно, понимаем, но в погоне за прибылью зачастую упускаем, что наш мир – это не окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и можем жить. И этот дом мы должны оберегать, наполнять и содержать в чистоте. Природа – это не просто источник неисчерпаемых ресурсов. Отношение к ней является прямым показателем цивилизованности общества. Общей глобальной задачей для всех является формирование нового типа взаимоотношений человека и природы. Для нашего лесного региона это особенно актуально. Поэтому считаю, что неустанное внимание следует уделить рациональному природопользованию, прежде всего восстановлению лесов. В 2016 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 63,5 тысячи гектаров, что превысило плановые показатели. Большая роль в вопросах лесовосстановления возложена на лесопользователей, которые должны учитывать все лесоводственные требования. Восстановлению подлежат все участки, вышедшие из рубки, как вырубленные, так и погибшие вследствие пожаров и ветровалов. На 2017 год запланировано восстановление 65 тысяч гектаров лесного фонда. Для достижения рационального использования лесов необходимо стремиться к положительному балансу покрытых лесом площадей. Для этого, прежде всего, необходимо обеспечить регион районированным качественным посадочным материалом. С этой целью в 2016 году было принято решение о модернизации Устьянского лесного селекционно-семидоводческого центра. Проведенные работы позволяют увеличить количество саженцев с закрытой корневой системой с 3,5 миллионов штук, выращенных в 2016 году, до 5 миллионов штук в 2017. В 2018 году количество выращенных сеянцев планируется увеличить до 9 миллионов штук. Работы по модернизации лесных питомников до 2020 года позволят закрыть потребности региона в качественном посадочном материале в полном объеме. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Арханской области необходимо взять на особый контроль вопрос лесовосстановления и обеспечить его в запланированном объеме. Вместе с тем нельзя откладывать жизнь на завтра, инвестируя весь свой ресурс в перспективу грядущего дня. В любом деле важно чувство меры, разумный баланс. Требования к сохранению и воспроизводству ресурсной базы, безусловно, должны призывать бизнес к ответственности. Однако ни в коем случае не подавлять его инициативу. В контексте сохранения и приумножения природных богатств важнейшая роль отводится надзорным органам, которые не вправе играть роль репрессивного аппарата, а должны быть помощниками предпринимателям в деле нашего общего будущего. В зоне внимания правительства Арханской области находятся особо охраняемые природные территории. Наша цель – сохранить и поддержать неуникальные территории, те уникальные территории, которые важны для экологии региона, для жизни будущих поколений. В качестве приоритетной выступает задача оценки результативности как действующих охраняемых территорий, так и запланированных к созданию. По итогам этой оценки правительству региона необходимо разработать план развития особо охраняемых природных территорий, который должен быть вынесен на рассмотрение общественности, представительных органов власти, арендаторов, срок до 1 июля текущего года. Отдельного внимания заслуживает вопрос использования охраны, имеющейся в области запасов воды. Постепенно вода становится все более значимым ресурсом для развития, обладание которым позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Архангельская область богата водными ресурсами. По нашей территории протекает более 70 тысяч рек и ручьев. На ней расположены более 59 тысяч озер. В недрах нашего региона разведаны огромные запасы подземных вод. Это позволяет нам развивать производство, требующее большого объема воды. В то же время мы не должны забывать о похране водных объектов, о предотвращении их загрязнения и истощения. Нерациональное использование воды, сброс загрязненных стоков, загрязнение водосборных площадей отходами наносят непоправимый ущерб нашим водным объектам. Наибольший объем воды потребляют предприятия целлюлозобумажной промышленности и энергетики. Они являются локомотивами внедрения новых технологий, обеспечивающих рациональное использование водных ресурсов и повышение эффективности очистки сточных вод. Однако и наибольший объем сточных вод и содержащихся вниз загрязняющих веществ сбрасывают в водные объекты те же целлюлозобумажные комбинаты. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области необходимо провести анализ влияния сбрасываемых сточных вод на состояние водных объектов и подготовить предложения в части проведения комплекса мероприятий по повышению качества водных ресурсов и проведению экологической реабилитации наиболее пострадавших от антропогенной деятельности водных объектов. Архангельская область без преувеличения богатейшая по запасам полезных ископаемых. На ее территории открыты месторождения алмазов, бокситов, известняков для целлюлозобумажной промышленности, известняковый глин для цементной промышленности, флюсовых известняков, общераспространенных полезных ископаемых, глин для кирпично-черепичного производства, гранитов и базальтов, гипса, торфа, песка и песчаногравинной смеси, подземных вод, промышленных, минеральных, пресных, питьевых. Отмечу при этом, что в промышленное освоение вовлечен далеко не весь природно-ресурсный потенциал региона, но по тем месторождениям, на базе которых созданы крупные горнодобывающие производства, уже сегодня близятся сроки исчерпания рентабельных эксплуатируемых запасов. Так, в прошлом году алмазодобытчиками региона была поднята проблема стремительного погашения разведанных запасов алмазов, которые не компенсируются их воспроизводством. Алмазоресурсный потенциал Архангельской области высок и позволяет надеяться на возможность открытия новых алмазоносных месторождений. Для постепенного преодоления негативных тенденций в состоянии минерально-сырьевой базы алмазов необходимо значительно усилить геолого-разведочные работы ранних стадий, начиная с прогнозно-минерогенических исследований, с составлением карт прогноза алмазоносности, с выделением новых перспективных площадей для проведения поисковых работ. Принимая во внимание высокие финансовые риски для потенциальных инвесторов проведения ранних стадий геолого-разведочных работ, возникает потребность в привлечении средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы Российской Федерации воспроизводства и использования природных ресурсов, направленных на прирост локализованных и оцененных ресурсов алмазов. В свете обозначенной проблемы поручаю Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области совместно с Министерством экономического развития Архангельской области организовать взаимодействие с Федеральным агентством по недропользованию по вопросу выделения средств федерального бюджета на финансирование мероприятий данной государственной программы для обеспечения прироста локализованных и оцененных ресурсов алмазов в Архангельской области. Год экологии – это не календарный период, а время постановки масштабных, действенных и жизненно необходимых задач за делом на далекое будущее. Это мы и должны сделать. Уважаемые коллеги, мы живем в интересное время, стремительное, требовательное, открытое, и чтобы достичь успеха, надо действовать нестандартно, быть на шаг впереди. Мы твердо стоим на ногах и четко понимаем свои цели, уверен, что новые задачи нам по силам. Еще раз подчеркну основные темы послания. Первое. Солидарная ответственность общества и власти за деятельность сегодня для новых возможностей завтра. Внедрение проектного метода в систему управления в целях перезагрузки деятельности региональной и муниципальной власти будет благоприятствовать комплексному развитию территорий. Второе. Активное использование ресурсов НКО в системе социального обслуживания населения Архангельской области для обеспечения доступности и высокого качества социальных услуг. Третье. Внимание к проблемам экологии региона в целях передачи будущим поколениям территории российской Арктики сохраненными и приумноженными природными богатствами. Хотя из поколения в поколение должна бережно передаваться не просто территория. В результате нашего труда заложена вся культура и история Поморья. Наш северный характер основан на решительности, выноственности, оптимизме и вере. Именно этим заряжаются наши дети, принимая от нас эстафету на славном пути длиною в необъятную Архангельскую область. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые депутаты и участники сессии, вам представлено ежегодное послание губернатора Архангельской области Архангельскому областному собранию депутатов о социально-экономическом и общественно-политическом положении в Архангельской области. Благодарю вас за проявленное внимание к посланию и участие в работе сессии. Неочередная сессия Архангельского областного собрания депутатов 6-го созыва объявляется закрытой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Край наш поморский, могучий, прекрасен, Его не забудешь вовек. Вонят отважных бескрайние дали, Где не скупал человек. Здесь по Петрову веленью из моря Ряд белокрылых фрегатов восстал И колыбелью российского флота Край наш Архангельский стал. Здесь Ломоносов великий родился, Будростью мира светил. Жилинные сказы, загадки природы В научную пыль воплотил. Край наш поморский в движенье и силе, Ему по плечу новый век. Космос, богатства, глубины морские, Все покорит человек. Космос, богатства, глубины морские, Все покорит человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok